И что, друзья, второй четвертьфинал начинается прямо сейчас. Диего Диас, представитель Бразилии, который будет сражаться против Радом Ди, США, антиагролайнап для игрока, который сверху, ну и попытка по-быстрому разобраться для Радом Ди. Причем у него, знаешь, у него не типичный для того, что мы видели, например, в Европе агролайнап. Здесь все-таки есть тот же, не знаю, саленс-жрец, который агрессивной колодой явно не назовешь. Есть такое дело, но в то же время контроль его тоже причислить тяжело. Ну, безусловно, агрессивные мид-колоды. Ну и вот распорядитель темно-рейс, если мы видим, друзья, стоп-дека залетает для Радом Ди, кто не видел эту карту уже давно, это третий дроп со статами 3-3, который дает божественный щит каждому существу с единичкой атаки, которая выходит на стол. С единичкой здоровья. А, с единичкой здоровья, извиняюсь. Друзья, и вот, в принципе, для американской миды эта карта у нас встречается. Видели мы ее в рамках того же, у нас, предположим, Дримха Костин, играли и Амнезия, и Кичаки. Карта крутая в агрессивных концептах паладина. В принципе, я ее не видел уже очень давно. На европейском она точно не встречалась ни разу. Ну, потому что у нас такие агрессивные паладины непопулярны. У нас агрессивные паладины, в кавычках, это, типа, более ускоренные мид-паладины все равно на Мурлоках. Ну и Диего Диеза, вот, друзья, показывают нам два поражения от него. Они были в шестом и седьмом туре, одно поражение от Мази. И это была очень тяжелая встреча, длилась она, там, почти что два часа. Ну, это крутое, да, украшение, украшение вчерашнего игрового дня, даже несмотря на то, что игроки были очень уставшие. Но как раз вот маленькие ошибки, такие неочевидные решения, и сделали в итоге эту серию победной для Мази. Диего Диез играл все равно очень круто, и, ну, ждем от него также очень сильной игры в 1-4 финале. Что, Михаил, по ставочкам? По ставочку. Я поставил бы на Диего Диеза, и вопрос у меня, в принципе, в этом противостоянии заключается в следующем. У Диего Диеза в бане, само собой, Таунтвар, это Джей Друид. Если Джей Друид выигрывает с первой попытки, однозначно Диего Диез эту встречу забирает. Если Джей Друид зальет серию, ну, такое тоже может быть, но в целом у меня ставочка именно на бразильского игрока, на происшествия Латинской Америки. А я, в свою очередь, тогда поставлю на Радамди. Его лайнап он может на кураже, скажем так, протопить в лицо бразильцу. Тем более, учитывая, что Диего Диез в седьмом раунде проиграл Энту, а Энт играет также на агрессии. Да, именно так. Ну и вот, в принципе, знаешь, если так с холодным сердцем подходить, то однозначно Радамди в этом матчапе фаворит. У него лайнап выглядит сильнее против колод оппонента. Но вот за Диего Диеза, знаешь, как-то у меня вот больше душа лежит к этому игроку. И он вчера показал, ну, просто блестящую игру. И игра против Мази, это воистину украшение, друзья, турнира, кто не видел. Ну, пожалуй, я бы сказал, за вчерашний день это самое интересное противостояние Диего Диез против Мази. Очень крутая игра. И самые интересные комментарии, наверняка, потому что это было как раз в районе... Двенадцати часов. Ну, до шести часов утра после двенадцати часового эфира. Так что, кто вдруг не смотрел, welcome на наш YouTube-канал. Да, ну и вот тут шикарный топ-дек. Вот он, провидец, плюс две единицы здоровья двум Мурлокам и теперь выгодный размен. Может быть, для Радамди, проверяет он секрет, и по две единицы здоровья остается у двух Мурлоков. Это Мурквизитор, а также Гидролог. Четвертый ход, это однозначно серебряный клинок. Возможно, что-то стоп-дека зайдет лучше. Ничего не заходит, соответственно, серебряный клинок единственный и самый сильный вариант. Клинок меняет провидца. В ответ мы увидим... Вот интересно, что мы увидим. Да, друзья, Радамди это тот самый парень, который помог отлететь многим топом. Отправил он Дога в лузера в первом же туре. Шупа победителя. Последнего Дримха Костин также выбросил в лузера. И дальше проиграл он впервые в пятом туре как раз-таки Мази. И проиграл он в шестом туре. И что примечательно, и Диаго Диас, и Радамди, это два игрока, которые получили поражение в пятом и шестом туре. И именно у человека, который вышел у нас с первого места в турнирной таблице, это Мази. Тут классная, кстати, комбинация с распорядителем Темнолесья и секретом самопожертвования. Тот самый защитник, который вылетит при атаке Диего Диаса, сразу же получит божественный щит. И это круто. Options, options. Говорит у нас Леди Леодрин. И как в итоге будем разбираться? А тут палка в двух концах. Бить, ты понимаешь, что скорее всего там будет именно самопожертвование. Если не атаковать, ну распорядитель будет получать кучу вэлей. Тем более тут на пяти кристаллах маны можно будет сыграть призыв Мурчадина, Мурквизитором еще раз заменить обилку. Еще разочек поставить единичку в бабле. При этом у оппонента очень неприятный секрет сейчас активен. И тебе нужно проверять, что же это такое. И понимаем, что это ложись. И что правильно ловит у нас на секрете своего оппонента Радам Ди. При этом секрет получает божественный щит. И все плохо для представителя Бразилии. Здесь еще и печать. Мне кажется, про спам это то, что... Давай я, наверное, чуть больше расскажу про колоду Паладина от Радам Ди. Мало того, что тут есть два распорядительные темно-ресия. Тут есть у нас одна только консиграха. То есть одно освещение используют в своей колоде. Две печати королей. Один серебряный клинок. Чисто агрессивная сборка. Старая, добрая. Это вообще максимально агрессивный Пал. А также у нас встречаются очень ситуативные Мурлоки. Друзья, в этой колоде, которая присутствует далеко не во всех Паладинах. Ну, то есть вот раньше они были популярны в какое-то время. Но затем Мурлок Волнолов, друзья. Это за две маны у нас 2-1 Мурлока, который притаскивает еще одного Мурлока. 1-1. Также тут есть Живец Темной Чешуи, который у нас также не пользуется особой популярностью. Безусловно, клинок за три маны. И только один пробав в виде грибнистого скакуна в поздней стадии игры. Это Тарим, Смотритель и Тирион. Никаких Светлых Рагнаросов. Только сморг, только агрессия. Очень-очень слабый шестой ход. Диего Диаса, Мегазавр плюс призыв рекрута. А здесь Тарим. Думаю, что призыв Мурчадина плюс Печать Короли. Или через грибнистого скакуна будет играть. Представитель США. Я вообще рискнул предположить, что это будет Тарим. А почему? Зачем? Смотри, грибнистый скакун, допустим, на Мурчадина 2-2 в Бабле. Мы получаем хороший размен с Мегазавром. Через Печать. Королей, да. На Божественный щит. Ну, или таким образом. Таким образом мы, получается, больше вылью получаем со способности Распорядителя Темнолесья. Лицо. Даже Божественный щит не теряет у нас Мурлок 6-6. Знаешь, единственное, чего мне как-то не хватает в колоде Радом Ди, это вот как раз-таки Сайленс. В данной ситуации он бы очень пригодился, но мы прекрасно понимаем, что закидывать Сайленс не самая лучшая идея. Потому что Безмолвие у нас нынче не в почете для паладинов. Ну и есть и летальный урон. Мы можем прямо сейчас набросить, предположим, грибнистого скакуна. Никак не меняем. Никак. Через старинный удар удар. Ты стегодон не проходишь. Да, стегодон остается в любом случае. Ну что, какие варианты? Хочется прожимать обилку каждый ход, чтобы получать Мурчудина с Божественным щитом. Можно разыграть, ну вообще, про спам стола через еще одного Мурквизитора. Можно сыграть через Озерного Охотника. Точно мне не нравится ход через грибнистого скакуна, потому что это, ну особо-то ничего и не дает тебе прямо сейчас. Я думаю, что размен Мурлоками. Призыв Мурчудина. Ну не знаю, грибнистый скакун мне нравится тут меньше всего, если честно. Ну и в итоге выбирает именно грибнистого скакуна. И, кстати, находится в худе какой-то команду у нас Родом Ди, к сожалению, не успел заметить какой. Возможно, это Рут Гейминг. Сейчас мы посмотрим, друзья. Два сильнейших восьмых дропа в руках у Диего Диаса. Это Териона, Светлый Рагна. Возможно, одна из этих карт появится прямо сейчас, но проблема в том, что ты никоим образом не можешь повлиять на Мурлока 8.12. Маленький Мурчудин уже подрос. Я думаю, что он уже не просто Мурчудин, он генерал Мурчудин. Мурчудинище. Мурчудинище, да. Страшная болотная. Топ-4 Копа Америка весна 2017. Диего Диаса. Действительно, этот про-игрок очень сильно порадовал нас всех на протяжении вчерашнего дня. Очень достойная игра. Раньше я как-то не встречал этого парня. Ну вот вообще не комментировали мы Копа Америка. Интересный был чемпионат. Я за ним краем глаза успел следить. И, кстати, был еще один представитель Колумбии, интересный на этом чемпионате. Дошел он до 1.8, если не ошибаюсь. Забыл его никнейм. Это был Невод. И играл очень хорошо этот парень. Думаю, что как раз в перерыве можно будет найти его никнейм. Моноко. Моноко. Наркедан. Эти ребята слишком хороши. Чтобы играть на таких вот турнирах. Ну и что? Как будем выпутываться из этой ситуации, Рдам Ди? Разбиваем... Сбиваем, вернее, Божественный щит Мурчинином 1-1. Добиваем Тирионом. Опять для нас Стигодун является проблемой. Летал. А, нет, снова показалось. У нас Стигодун, конечно, печалит. Я вижу возможность 3 урона нанести. То есть, смотри, бьем по Тириону, играем Торима. Разбиваем Мурквизитором у нас Стигодона. Набрасываем на старше 2 кристалла озерного охотника. И наносим 7 урона. Ну, больше тут никак не придумать. Ну, а таким образом у нас получается стол значительно слабее. Поэтому приходится играть... Нет, друзья, там нет летального урона. Летал же. А не. А не показалось. А не показалось. Беспроигрышная комбинация. Это же американский чемпионат комментатора, когда играет сильнейший игрок Калифорнии. Друзья, он, как вы, я думаю, догадались, в финале. Безусловно. Сразу. Ждет, ждет, кто же будет достоин. Причем в финале уже в Шанхае. А не просто на американских выборах. А еще не на чемпионате мира. Но пока что в Шанхае. Ок. А там посмотрим. 9 маны для Диего Диаса. Есть светлый Рагнарос. Он может похерить своего героя на 8 единиц. Там у 17 хп. На столе у нас летало. Нет. 11, 12, 13. А вот Тарим. Вот это жестоко. Тут Старимом летал. Хотя подожди. Старимом летал. А если удар... Да, Старимом летал. Сначала ударим Мурчадином. Да. Вначале удар Мурчадином. Затем Тарим. Это летальный урон. Не стоп. Дай-ка будем убивать. Летал. Теперь уже точно. Зеркало выигрывает Радам Ди. Это уже не первый раз, когда мы видим, что именно агрессивный паладин выигрывает в противостоянии с Мид или Контроль Палом. Радам Ди вырывается вперед. Представитель США. А пока что у нас Диего Диас остается позади. И в первом противостоянии между, скажем так, Северной Америкой и Южной Америкой выиграла именно Северная Америка. Радуется Радам Ди. Улыбка озарила его лицо, осветила всех радостью и в хорошем расположении духа будет продолжать этот киберспортсмен бороться за путевку в Шанхай. Именно так, друзья. И цена победы очень высока. Ты летишь в Шанхай, где сыграешь с еще 15 сильнейшими игроками мира. Будут представители Китая. Азиатско-Тихоокеанского региона отборы, которые пройдут уже в следующие выходные. Эфиры будут стартовать в 4 часа ночи. Европа уже завершила свое выступление. И, соответственно, своими американскими коллегами. И уже 4 сильнейших на этом чемпионате полетят на чемпионат мира, который пройдет в начале 2018 года. Ну, а тот, кто проиграет, полетит не в Шанхай, а куда-нибудь, не знаю, на отдых, возможно, куда-нибудь в теплые края. Дабы отдохнуть, набраться новых сил и вновь пуститься в эту гонку по фарму поинтов и ждать с нетерпением летнего чемпионата и летних отборов своего региона. Да, вот такая жестокая система. Победа дает тебе все, поражение не дает. По сути, ничего, за исключением поинтов на следующий чемпионат, который дадут тебе вновь участвовать лишь в отборах. Да, нам как раз показывают, друзья, рекламу. Именно следующих выходных будет у нас проходить Азиатско-Тихоокеанский регион. И, кстати, представитель именно этого региона уже заслужил слот на чемпионате мира. Это Самуэль Цао. Также показывают нам других крутых и известнейших представителей данного региона. Тома, Паллад, Пин Пин Хо, конечно же. Давай еще повспоминаем. Джейсон Джоу, Ди Дайони, Кранич. Это Китай. Джейсон Джоу, Ди Дайони? В смысле Джейсон? А, боже мой, не Джейсон Джоу, а Хэнсом Гай. Сорри. Хэнсом Гай, Ди Дайони, Кранич. Сурендер. Сурендер. Он как-то не светится в рамках как раз сезонных отборов. Согласен. Кто у нас еще есть из представителей Азии сильные? Можно вспомнить? Юсик. Да. Боже мой, человек, который выиграл в Веск. Стас. Стас, представитель Филиппин. Филиппин, да. Юсик. Игрок из Гонконга. Да много, на самом деле, крутых имен. И, что самое занимательное, мета Азиатско-Тихоокеанского региона вновь будет отличаться. Я в этом уверен. Вот Америка. Америка отличается от Европы. Это круто. Европа была более агрессивной в Америке. Более царила такая контрольная мета. При этом до стадии плей-офф добралось все-таки что-то среднее. Такие микс-мидрэндж-контроль колод. И только парочка агрессивных игроков. Один из которых играет прямо сейчас. Ред Эмди. Да и то, сравнивая лайнап, к примеру, с лайнапами европейских участников того же Хоэ, Родию или Фибеля, которые остановились в шаге от попадания на турнир в Шанхае. У него лайнап такой более, ну, менее агрессивный, более такой мидрэндж направленный, что ли. Да, друзья, вижу вопросы, кто у нас вышел, откуда. Давайте еще раз быстренько, пока у нас пауза. На весенний чемпионат, то есть уже в Шанхае. Из Европы. Хоэ, Калента, РДЮ, Нейрея. Китай. Джейсон Джоу, Икс Хоуп, Дог Транкс. Зимой уже на Багамах, то есть на аналогичном турнире, который будет проходить в Шанхае, обеспечили себе участие на чемпионате мира. Самой Аль Цао – это азиатско-тихоокеанский регион. Дог Паун – представитель американского региона. Фроузен – представитель американского региона. Штандача – представитель европейского региона. Итого, два американца, один европеец, один представитель азиатско-тихоокеанского региона. Ноль представителей Китая. Это, кстати, удивляет. Посмотрим, возможно, Китай у себя на родине, на Шанхае, сумеет как-то несколько путевок сразу же отжать на весеннем чемпионате для того, чтобы, скажем так, реабилитироваться за Багамский чемпионат. Но это мы узнаем немножко попозже, в начале июля. Ну, а здесь у нас вторая партия второго четверти финала американских весенних отборочных. Лега Диас продолжает выступление на паладине, а Радам Ди берет Пират Вара. Смотрим. Пират Вар. Глазастик уже в стартовой руке, но при этом очень хорошая монокривая. Если брать Глазастик, вообще все будет идеально. Есть Пират Сектантка. Это непременно хорошая карта, но Мурквизитор – это очень неприятное по садам существо, которое приходится убирать топором. Сейчас мы получим хорошее продолжение в виде первого дропа, не знаю, второй матрос Южных морей, а в идеале дерзкая налетчица, которая классно синергирует с Секирой. Думаю, что ход через Мурчадина будет слишком слабым. С другой стороны, у тебя будет тогда неплохой третий ход. Мы ставим первый дроп и опять-таки призываем Мурчадина. Вот любопытно, что из этого выберет. То есть, если Диего Диас прямо сейчас ставит Мурчадина, он говорит нам следующее, что я топдекну какую-то тройку. Если он играет через способность героя... И выманивает топор, скорее всего. Да, если он играет просто через способность героя, он будет отыгрывать далее от именно Мурквизитора. Ммм, а вот и дерзкая налетчица. Идеальный топдек. Ну, здесь тоже такой, знаешь, байт на то, что не заберешь Мурчадина, получишь полководца. Есть ли возможность вообще Мурчадином забрать дерзкую налетчицу на третий ход? Полководец. Согласен. Поэтому я бы играл через пирата-глазастика и 2-1 у нас матроса Южных морей, что дает тебе гарантированно на третий ход сыграть пират-сектанку. Ведь нет за три кристалломаны возможности у Диего Диаса убрать рывок. Матрос в лицо, глазастик-терадиса с Мурчадином и заряд секиры мы сохраняем. А чем на третий ход Пал может забрать атаку в виде 2-1 существа? Просто чем? Клинок играется ли у Диего Диаса? Войн сенежабрых, который не играется, да, в колодию? Нет, Война сенежабрых тут нет. Есть ли у нас клинок? Я не понимаю, почему Войны ушли от паладинов, если честно. Вот хоть и Би не понимаю. Это классный Мурлок. Даже в Мидренш-концепте. Станет, от них не нравится Войн сенежабрых? Внешне не нравится. Это все потому, что он синий. Посмотри, какой топ-дек. Это жуткий корсар. И это очень крутой заход для Радамди. Но я думаю, что Мурлока нам придется разбивать. Закончил в топ-20 в феврале у нас 2017 года. Или на 20 ранге? На 20 ранге Леги. Просто на 20 ранге? Ну, 20 ранг, ну, в скобочках Лега. Но мы-то знаем. Мы-то знаем, где по-настоящему закончил Радамди. Ну, понятное дело, что тебе приходится для того, чтобы фармить эти поинты, заканчивать в топ своего региона. Ты должен заканчивать систематически в топе ладера, также фармить поинты на открытых капах. Только так ты сможешь набрать необходимое количество очков. Пришло время для серебряного клинка. С помощью этого оружия Ягодиас позволяет, получает возможность пройти сквозь провокацию. Мурчадин троедится с матросами Южных морей. Но ответа на пирата-сектантку нет. Далее можно продолжить через нагу. Через нагу или все-таки через дерзкую наличницу? Нагой тогда не бьем. Нельзя бить. Кстати, есть ли у Диего Диаса, как у большинства игроков американского региона, возможность разбить пушку в паладине? Нет, тут нет ни Харрисона, ни прожорливой слизи. Согласись, в европейском регионе не так много паладинов используют Харрисона, а вот в Америке он встречается чаще. И, в принципе, тут и Харрисон, и прожорливая слизь играется почти во всех колодах. Во всех магах, которых мы видели... Но в маге это дефолт уже. Смотри, в магах, в друидах, это и в Европе встречается. Но вот в паладинах у нас не так часто можно увидеть Харрисона. Американцы почти все отыгрывают. Причем прожорливая слизь на этом чемпионате есть даже у представителей агрессивных колод, к примеру, в нескольких агродруидах. Что выглядит, ну, скажем, не дефолтно, как минимум. Ну, это точно. На пятый ход Диего Диас прожимает способность героя, призывая Мурчидин, озерный охотник, баф Малыша Мурлока. Ну, как-то не очень сильно выглядит этот ход. Но на шестой ход все равно ты, типа, заполняешь стол двумя юнитами. Нужно забирать. Иначе Грибнистый Скакун тебя накажет. Ты должен отыгрывать от этого дроба. Есть хорошая возможность для трейда. И при этом ты еще и раскачиваешь атаку Берсерку, и при этом дерзкая налетчица имеет 7 единиц атаки. Смотри, это такая, знаешь... Я бы забирал Мурчидина. Я бы тоже забирал Мурчидина обязательно, потому что Грибнистый Скакун, иначе плюс 4.12 на этого Мурлока, и у тебя огромные проблемы. Уже сейчас он станет 4.8, еще и остается по себе провокация 2.6. Просто знаешь, что мы видели, как раз, если я не ошибаюсь, это был Радам Ди, поскольку очень мало было пиротваров на этом турнире. Все-таки таунтвары доминируют. Это самая популярная колода в рамках этих прелимов. Так вот, Радам Ди, как раз играя против Паладина, в матче против WTV Билла, или, ну, неважно, против кого-то в начале пути на этом турнире, он вот контролил стол максимально, пытаясь вот не дать существ от Грибнистого Скакуна, и в итоге у него демеджа не хватило. И, возможно, сейчас он ловит себя на мысли, что, как бы, может, все-таки стоит где-то отпустить и сыграть Йола. Ну и вот тут это переломный момент для Диего Дьеса, потому что сейчас мы можем выставить два существа на стол. Это Алдор плюс способность героя. Если Радам Ди увязнет в разменах и начнет трейдить этот стол, на следующий он ловит Тейриона. Если он отпускает этот стол, он ловит Грибнистого Скакуна. На момент седьмого хода Диего Дьес сдержал агрессию от своего оппонента, и равенство плюс освещение на шестой ход поменяло абсолютно тут расположение сил в этом матче, и теперь у Радам Ди будут огромные проблемы. Он все-таки решает этот стол отпустить и пойти в фейс, и будет сейчас за это очень жестко наказан. 8 хп, но еще и второй грибистый скакуна. А играет ли Радам Ди возможность... Разрушитель Ачар. Разрушитель Ачар возможно использует, а вот как раз таки нет. В Радам Ди нет. Разрушитель Ачар есть один смертельный удар, и это означает, что он никоим образом не сможет справиться с этими провокациями. Похоже, что это все-таки 1-1, и это не будет легкое противостояние, как первый четвертьфинал, который закончился 3-0. Ну, здесь точно, ребята, цепкие, не будут отпускать так легко своего оппонента. Ну, интрига здесь будет точно сохраняться до последнего момента. Все-таки через Тири он решает играть. Диего Диес, более сильный ход. Ну что, друзья, давайте мы вообще посмотрим, кто у нас за что больше болеет. Если вы болеете за сморг, лайнап Радам Ди, сморг в чат. Если вы болеете за антиагра, лайнап Диего Диеса, поднять щит в чат. За что вы, друзья, больше болеете, сейчас разберемся. Легчайший выбор, Михаил. От меня тоже легчайший выбор. Тоже сморг. Нет? Нет-нет-нет, все-таки щиточек. Щиточек, да. Видишь, что сморгов у нас больше. Сморги, сморги, сморги. Ну, похоже, что чат за Радам Ди. Ну, щиты тоже проскакивают. Что делать у нас Диего Диасу? Причем, ну, мне кажется, что примерно паритет. Все-таки сморгов было много в самом начале, дальше щитов также было немало. Это значит, что все-таки наши симпатии зрителей, точнее, симпатии наших зрителей разделяются примерно поровну. И что хочется отметить, вообще, вот, в целом, знаешь, по этой мете, что на самом деле круто и что приятно смотреть, это одна из тех мет, где есть место и любителям контроль-каллод, и любителям агро-каллод. То есть нет у нас доминации какого-то определенного архетипа. Ну, все-таки, я думаю, ты согласишься. На Европе у нас прошло два контрольных лайнапа и два агро-лайнапа. То есть игрокам есть где развернуться, это очень круто. То есть у нас сейчас, пожалуй, самая большая проблема у комбо-каллод. Вот именно колод, которые построены на каких-то ОТК-комбинациях, их сейчас, в принципе, не встречают. Ну, Сайн Жрец. Это, по сути, ОТК. Ну, типа, комбо-каллода. Ну, кстати, да, отчасти могу согласиться. И как раз есть эта дека в лайнапе Радамди. Ну, а здесь что-то все-таки сравнивается. Паладин сумел сдержать агрессию воина. Ну, и тем интереснее будет смотреть за дальнейшим развитием событий. Вот, друзья, думаю, что вы согласитесь. По сравнению со вчерашним днем уже сегодняшний накал страсти – это нечто иное. Потому что группы – это все-таки группы. Швейцарку смотреть круто. Но когда ты уже видишь матчи на вылет, вот эту олимпийскую систему проиграл, ушел ни с чем, выиграл, поехал в Шанхай. Это, безусловно, встречи жаркие, напряженные. И нам, как комментаторам, их интереснее освещать. Ну, и, друзья, надеюсь, что вам их интереснее смотреть. Ну, здесь есть накал страсти, этот нерв. Кто из игроков готов к этому турниру. Кто готов морально, психологически. Потому что в шаге, ну, мы видели, как Старк, например, он, ну, было видно, он где-то ошибался, где-то совершал действия, которые можно спорить, и насколько был заряжен Мази. Здесь все более-менее равно. Диего Диас вообще не выказывает никаких эмоций. Это было видно вчера, когда он играл также с человеком, который идет пока что без поражений в рамках этого турнира. Были, да, ошибки за счет как раз усталости. Но вот никаких нервов, волнений мы не видели со стороны Диего Диаса. Да, ну и вот в первом четвертьфинале мы как раз видели яркий пример того, как же все-таки волнение и как стрим публика влияют на тебя. Потому что Старк прошел очень круто по турнирной таблице. Напомним, друзья, до пятого раунда этот человек был топ-1 в всей Швейцарке Америки. Это, на секундочку, лучшие игроки по итогам трех месяцев. Соответственно, уже попадая на стрим, возможно, не выспался волнение. Все это накопилось и просто игра посыпалась у этого парня. И вот в этом плане игроки, которые известнее, игроки, которые уже отыграли не один турнир, прошли не одну подобную мясорубку, имеют преимущество. Причем в плане психологии это очень серьезное преимущество. Ну, если сравнивать сейчас, как выглядят игроки данного четвертьфинала, то, мне кажется, RedMD все-таки более подвержен не то чтобы волнению, но он как-то вот нетерпеливо себя ведет. Diego Diaz максимально собран. И рискну предположить, друзья, что... Самая проблемная колода для бразильца. Знаешь, для меня вот сейчас вот все это Best of 5, я еще об этом говорил в начале, на самом деле превращается в Best of 1. Это конкретно вот это противостояние. Если Diego Diaz забирает победу сразу на Джейд Друле, то у RedMD будут огромные неприятности, ему придется ловить просто невероятные прям платинум фиши на своих колодах на том же пиротвойне. А вот если Diego Diaz отдает эту партию, и Друид все-таки, как мы привыкли уже видеть за эти два дня, да и за последние турниры, которые комментировали, отдает игру на Джейд Друиде, то у RedMD шансы на победу увеличиваются очень сильно. Напомним, что RedMD находится в бане, именно агрессивный. Друид, соответственно, остается у него... Жрец. Да, именно Сален Жрец. Но это, кстати, тоже далеко не самая стабильная колода, но она очень хороша против Друида. Ну, то есть формально сейчас шанс на то, чтобы обыграть пират-воина. Старт для Diego Diaz вполне себе неплохой в плане разгона, есть возможности Джейдов начать раскручивать за счет нефритового идола, есть размах вместе с гневом. Существа, ну, помимо одного голема, мы не видим, но, тем не менее, рука у Друида перспективная. Ну, а по Воину здесь тоже все вполне неплохо. Есть Секирка, есть Капитан Южных морей, который бафнет этот стол. Единственное, что не хватает, наверное, первого помощника Энзота вместо Матроса на первый ход, это было бы идеально. И задумался, но очень-очень плотно о Диего Диеса, на самом деле, вот тут грамотно простроить монокривую и дальнейшее действие очень важно. Ну, мне нравится, на самом-то деле, отдать озарение, сыграть Буйный Рост и нефритовый идол. Мне нравится озарение, способность героям. Способность героям. Для того, чтобы убрать пирата с третьим уходом. Для того, чтобы убрать дальний... То есть, после того, как ты разобрался на второй и на третий ход, выходить дальше по мане. Вот, согласен, мне тоже нравится это решение Диего Диеса, но я думаю, что играл бы так же. Ну, и вот тут топор. Вот Радамди и нужно разменивать. Нет, будем играть через существ. То есть, получим на стол. Пусть существо слабее, но зато это... Ну, и здесь гнев смотрится очень здорово. Если мы играем разгон по мане, что ты рискуешь получить? Пират-сектантка, оружия в руках нет. Не боимся. Капитана Южных Морей ты получаешь 3-4 и 3-3 на стол. И тогда ты не забираешь два существа через один гнев. Но при этом гнев убирает более сильного пирата в виде капитана Южных Морей. Да, и поэтому Буэна Роза выбирает Диего Диес. Ну, ход очевидный. Нет лучшего продолжения. Там капитана. Ну, что, ну и друид пока что отбивается. Худо-бедно. Я за размах. Чтобы играть в ману. Но все-таки гнев выбирает Диего Диес. И прожимает лишний раз способность героя. Это, безусловно, не броня воина на 2 единицы. Но и один кристалл выглядит очень неплохо. Над чем задумался? Ага, Диего Диес я вероятнее все думаю, что он просто пугает своего оппонента, что есть второй гнев. Вот такие моменты, знаешь, блефа, так сказать, в Хардстоуна не могут очень многое значить. Да был бы второй гнев, отдал бы, я уверен. А возможно и нет, и придержал бы его под Каркрона. И теперь... Ну, понимаешь, оставлять пирата держать гнев под Каркрона, когда ты вынужден агрессивно отбиваться, назовем это так, ну, то есть отдавать все возможные ресурсы для того, чтобы как меньше принимать демиджи лицом. Хочу отметить удар по дерзкой налетчице. Это четкий сетап под размах. Под размах. И через монету под способность героя. Решает Диего Диес принимать у нас чуть больше урона в фейс, но зато потенциально попытаться перехватить этот стол и оставить оппонента 1 на 1 с секирой без стола. Потому что друид у нас проигрывает именно если у оппонента есть жесткий стол. Есть ли в его друиде возможность разбить пушку? И это да, это у нас слизь прожорливая. Она имеется в колоде в количестве одной копии. Хороший топ-дек это существо, это то, что нужно. А не кажется ли вам, что стоило сыграть с первого помощника? Согласен. Только об этом хотел сказать. Почему этого малыша оставлять в руке? Это же дополнительный демедж. Нужно играть. Гоблина. Без вариантов. Нефритовый цветок. Правда. Но это всего лишь существо 2-2. Это медленно. Это медленно. Я соглашусь с тобой. Пират-сектантка. Как же топ-дэч и Традамди. Это жуткий корсар, затем пират-сектантка. Это два существа на стол, которые еще и синергируют друг с другом. Вновь жуткий корсар идет в лицо. Понятное дело, что секира традится с гоблином. Первый помощник Инзота сидит в руке. Бесполезно. Это мисс уже единичка урона прямо сейчас. Единичка на следующий ход. Есть такое дело. Ну и вот он. Гоблин плюс чешуя на него. И мы получаем существо 5-5 плюс 5 единиц брони. У нас и зверинное нистовство, которое может выйти прямо на следующий ход. А также мы доверем одну карту и одну еще получим стоп-дека. Я думаю, что это очень хорошее решение для Диего Диаса. Прямо сейчас доверить зверинное нистовство и цветок выглядит значительно слабее. По моему мнению, по крайней мере. Вопрос, откуда играют игроки. Фон у всех одинаковый. Фон предоставляется Blizzard. Игроки находятся в так называемых тавернах. То есть это официальное место проведения турнира. В зависимости от локации, где проживают игроки. Они выбирают наиближайшую вот такую точку. То есть Диего Диас находится локально в Бразилии. Радамди находится в одной из таверн, которая находится в США. То есть таких мест в каждой стране несколько. В США, я думаю, вообще много. Ну и там есть, понятно, дела организаторы, судьи. Какие-то, возможно, люди от Blizzard непосредственно, которые следят за честной игрой и за выполнением каких-то обязательств со стороны организаторов. И тем временем 14 урона для Радамди уже сейчас. У него на столе находится 6-10 вместе с пушкой. И смертельный удар добавит еще 4 до 2 офф. Если бы был бы сыгран тогда первый помощник Инзота, это было бы как раз недостающие 2 единицы. Александр, согласен с вами в этом плане. Но есть и такой момент, что мы должны еще учитывать, что пират-сек-танка зашла в стоп-дек. А так не было бы топора и сейчас Радамди. Первый помощник Инзота дал бы крюк, который бы нащелкивал. Так ты играл бы тогда первый помощник Инзота и секирой менял бы сразу. Ну, понятное дело. Но... И он бы 2 дэмэджа доносил сейчас. Еще раз, Александр. Я согласен с этим ходом. Я бы тоже играл через первый помощник Инзота. Но есть ход в оправдании Радамди. Ты оставляешь первый помощник Инзота на крюк. Чтобы типа был... Через 2 хода, да. Чтобы у тебя была еще одна пушка, которую потом потенциально можно бафать и разыгрывать вместе с пират-сек-танкой. Плюс первый помощник Инзота оставляет тебе как раз-таки синергию. В случае, если жуткий Корсар погибает с пиратами. Ну, эти моменты, ну, как бы тоже... То есть говорить, что это 100% мисплейт Радамди, ну, я, по крайней мере, не могу. Игнор Гоблина. Игнор Гоблина. Вот это и любопытно. 10 единиц здоровья остается у Диего Диаса. И мы не тратим заряд секиры. Ну, вот теперь это выглядит совсем странно. 10 хп. Что будет лучше прямо сейчас? Доисторический дракон, который является провокацией 4.8 и просто славным парнем. Или все-таки добор карт, а также добор брони через Веридонисовство. И похоже, что второй вариант выбирает Диего Диас. О, еще и озарение сверху. Игнор Гоблина. Это может быть фатальной ошибкой для Радамди. Озарение. Еще один доисторический дракон. Нефритовый цветок или Айя. Что из этого? Думаю, что Айя все-таки лучше. Я думаю, все-таки цветок. Хотя нужно посчитать, какое количество заклинаний там на 4 маны у тебя остается. Это очень жадно. Я думаю, что цветок это плохой вариант. Почему? Потому что тебе нужно прямо сейчас уничтожить Вара по столу. Постараться перехватить инициативу и затем выставить провокацию на пустой стол. Это, по сути, будет победа. Если два доисторических дракона выйдут просто на пустой стол или на стол, который контролируешь ты, думаю, что шансов для Радамди не останется. Поэтому Айя черная лапа. И я соглашусь с этим выбором. Каркрон летал. Нет. Это не Каркрон. Это дерзкая налетчица. Ну, что сказать. Была тут цепочка решений, возможно, не совсем очевидная, которая Радамди в итоге не позволяет сейчас выиграть. Нет, друзья, и насчет... Ай, ладно, все объяснять. Какие-то решения, которые можно было сделать по-другому. Ай, все. Да, серьезно. Я уже, честно, устал вчера 14 часов это повторять. В общем, друзья, есть как есть. Решайте, как хотите. Я думаю, что нам вас не переубедить. По крайней мере, некоторых. Давайте мы будем просто освещать игру, а вы уже делаете выводы сами. Погибает гоблин. Первый помощник Амзота выходит на стол. 6 единиц урона. Полетит лицо и оставит 12 хп Диего Диасу. 10 единиц здоровья. 2 единицы брони. Если вам так угодно, формально это правильнее. Доисторический дракон плюс размен двух существ с игровой доски. Прожорливая слизь выглядит не так уж и сильно, потому что в руках всего лишь крюк 1-3. Дерзкую наречицу нужно в любом случае убирать. Она сильнее. И Радамди потирает лицо Александр. Да-да. А это Джей Друид, который смог. Тут скорее, ну, да, спорное решение, но мне кажется, Радамди сам отдал эту игру. Согласен. Тут я не могу с этим не согласиться. Два решения. Не выставлять первого помощника Амзота. Да, этому есть объяснение. Безусловно, спорить с этим глупо. Я не буду этого делать. Но в тот момент мне кажется, что это было бы плюсовым решением. Второй момент. Не забрал Гоблина. Безусловно, игра на перспективу, игра на какое-то возможное продолжение против Джей Друида. Это ошибочное решение. Тебе нужно максимально топить лицо. Тебе нужно удерживать стол, удерживать инициативу и заканчивать игру как можно раньше. Потому что Джей Друид с Гоблинами раскроется в поздней стадии игры. И мы видим, именно Гоблин и Игнор Гоблина выигрывает сейчас партию для Диего Диесу. Он нашел вторую провокацию, он нашел броню, и все теперь для него круто. С пустой рукой здесь уже все попытки читны, поскольку есть еще и прожорливая слизь, которая сломает заряд на раконитовом женице и даст еще дополнительно 5 из брони. Продолжаем спамить джейдов, но здесь уже, я думаю, все понятно, друзья. Это 2-1, и Диего Диас побеждает на Джей Друиде. Это самая важная для этого игрока победа в этой серии BO5. И остается последняя колода для представителя Бразилии. Да, на Баладине. И он выходит в полуфинал, а что самое важное, получает слот на чемпионате на Багамах. На Шанхае, точнее. Вар у него в бане. Над Руидем выиграл только что. На Паладине он выиграл как раз-таки встречу под номером 2. Если мне не изменит память, у него остается одна колода. И это еще одна колода, которая терпит от Агры. Весь лайнап Диего Диаса терпит от Агры. А это квест-разбойник. Квест-разбойник. Именно так. Про это-то мы забыли. Мы как-то сконцентрировали внимание на уязвимость Джейд Друида. Но этот квест-разбойник, почему я говорил именно про Джейд Друида и не говорил про эту квест-трогу? Со стенками. Редакция. Два смольных стража. Талвирские часовые. Удары в спину. Это редакция, которая играет с Агрой в разы лучше. Ну, все равно, в любом случае, теперь есть две попытки для Диего Диаса. И благодаря редакции своего разбойника на легендарном задании, он, я думаю, все-таки ближе находится сейчас к проходу в число четверки лучших представителей американского дивизиона весна 2017. Мы посмотрим в итоге, что у нас выберет Диего Диас сейчас. Простите, вернее, Радам Ди. Александр, вот у тебя сален жрец и у тебя пиротвар. Что ты забираешь, если хочешь выиграть против Роги? Пиротвар. Пиротвар, затем сален жрец. Ну, я бы так выбрал. А еще у Роги. Есть ли ползуны Галака? Вот это очень важный момент. А ползунов Галака, я думаю, в этой колоде быть не должно. Нет, их нету. Их нет. Вернее, как раз-таки вместо них пришли к нам провокации. Да, друзья. 7-9 июля. Оставайтесь вместе со Старладдер. С нами на шанхайский чемпионат. Все, что мы будем комментировать для вас на этих выходных. На прошлых выходных была Европа, на этих Америка. На следующих Азия. Все это ради одного турнира, который придется с 7 по 9 июля. Поэтому, друзья, обязательно смотрите его. Ставьте себе напоминания 9 и 11. Июня в Киеве, в Киберспорт-арене пройдут лан-финалы СЛА Лиги Старсирия Сезон 3. Родной турнир. Завтра, друзья, будет продолжаться турнир в мировом дивизионе. И будут доиграны группы. После чего мы узнаем имена четырех участников, которые получат путевки на эти лан-финалы. Ну и сформируется четверка игроков, которые поборются еще за последний слот в сетке последнего шанса. Который будет проходить 30-го числа, друзья. И это два самых жарких, самых интересных дня Старладдера. Поэтому, если у вас нет планов на завтра и послезавтра, обязательно выбирайте Старладдер. Выбирайте Хардстоун. И проведите этот вечер с нами. Будет очень круто. А также во вторник днем к нам вернется старый добрый турнир под названием... Хардстоун Глобал Геймс. Где будут играть уже наши сборные, что интересно посмотреть. Так что, друзья, следите за расписанием. Все это можно найти у нас в группе ХАС Старладдер. Много крутого и мощного Хардстоун. Оставайтесь с нами. Будем рады. Ну а пока что у нас американский чемпионат. И вот нам вспоминают Европу Синталол. Синталол. Был там же Ник Слей. Очень харизматичные участники. Здесь. Других ребятах же захватывают. Очень интересные стратегии. Много людей просто accept their loss before they actually lose. Б787, under a lot of stress. О, блядь. This is actually not quite over. Like, even if you're losing, you should think about every option. Because even if you have, like, a 1% to win the game, there's still a chance to win. B787, by the skin of his teeth. Book his ticket to the Bahamas. Obviously, like, you have to enjoy the game. It's a game, right? Here we go. You just start to have this mindset that you're a good player. You want to succeed. Victory or death! You need to have the feeling that this is the game you just love to play. Pull up a chair. If you really want it, then we'll love to practice that everybody can become the next champion. Yeah, друзья, именно каждый может стать чемпионом, если будет сражаться, если наберет нужное количество очков и запотеет как минимум один сезон три месяца. Затем в этой швейцарской системе выйдет в топ-4, поедет в Шанхай или в Набагама, или где там будет проходить летний чемпионат, узнаем уже совсем скоро. Выиграет его, попадет на чемпионат мира и станет чемпионом, друзья. Ничего сложного. Ничего сложного. Так что дерзайте, уважаемые зрители. Все в ваших руках. Это получилось уже у Штана провернуть. Напомним, что именно он выиграл у нас зимний чемпионат и получил путевку на World Championship наряду с американскими игроками Frozen, Dog Pound и, конечно же, представителем Азиатско-Тихоокеанского региона Самюльцау. Они будут уже разыгрывать чемпионский титул первого турнира, кстати, который пройдет вне Близзкона. Да, именно так. На Близзкон у нас будет какой-то иной чемпионат, то есть привычный чемпионат мира по Хорстоуну в ноябре 2017 года. Друзья, у нас не будет проходить, у нас будет что-то иное. Есть информация и инсайды уже от самих Близзард, что это будет что-то связанное с Wild форматом, то есть с нашим диким вольным режимом, а уже в начале 2018 пройдет сам чемпионат мира. И поехали! Пират Вар против Квостроги. И Радам Ди согласен с вами, Александр. Возможно, он просто подслушивал. Ну, как раз чувствуете, Михаил, пауза вот эта, она же была неспроста. Все становится на свои места. Ну что, Пират Вар сможет ли? Вообще матчап хороший для воина. Но вот, посмотрев на редакцию Кауду Диего Диаса, как мы уже отмечали, там много провокаций. Возможно, это сумеет остановить этот натиск пирата. Вся эта шхуна пиратская будет потоплена. Ну и у разбойника получится. Верите ли вы в это, Михаил? Посмотрим. Все зависит от того, зайдут ли Талвирские камнемаги, зайдет ли удар в спину и как быстро сумеет выполнять квас разбойник. Ведь только на скорости можно победить пират воина. Ибо чем дольше ты затягиваешь в это противостояние, тем больше шансов у тебя потерять стол. И просто, что твое лицо размозжит вот этот замечательный паренек с рыжей бородой. Второй ход. И нет, нет одного существа, которого ты хочешь крутить. Квест на молодых химелеварах, может быть? Бесконечные химелевары, которые возвращают друг друга. Вот это имища. Красиво. Согласен. Но варианта здесь нет для Диего Диеса. Очень осознаваясь в том, что будет просто в темп выставляться химелевар. Нужно тут поднимать клинки и занимать выжидательную позицию. Александр, объясните нашим уважаемым зрителям, а почему все-таки Родом Ди не ударил? Потому что нет в этом смысла. Стараться как-то больше нащелкать по лицу прямо сейчас не является ключом победы. Здесь вот эта потеря единички урона чаще всего не будет критично. Можно было ударить, но тогда ты теряешь заряд пушки под какой-то пробав. С другой стороны, у тебя есть еще одно улучшение, и видим мы также арканитовый жнец. Не знаю, ударить не было бы ошибкой, не ударить тоже не является ошибкой. Ну вот мне еще кажется, что второй апгрейд в руках и, возможно, крюк уже 2-4, вернее топор, также может быть причиной. Ну и, друзья, есть простая математика. Смотрите, жнец у нас выходит на пятый. Соответственно, у нас есть три заряда оружия. Это второй, третий, четвертый ход. На пятый мы его меняем на жнец. Соответственно, тебе просто бессмысленно отдавать один из трех зарядов пушки, ведь пушку нужно также распределять на все, на каждый и каждый ход. На следующий мы, вероятнее всего, сыграем дерзкую налетчицу или жуткого корсара. Еще раз ударим, на четвертый еще раз ударим, на пятый уже возьмем жнец и пойдем ломать лицо бедному разбойнику. Третий ход для Диего Диеса. Заходит кабан за одно стеклышко, но он всего лишь 1-1, и свин в лицо не пойдет. Но свин может разменять берса. В связке с ударом спид. Может. Стоит это делать? Очень затратно. А если ты сейчас получаешь провокацию четко на затрикой столоманом, и этого берса тебя просто спрячет, то ты можешь в любой момент сыграть подготовка плюс исчезновение. Ну, всегда есть такой вот план Б. Вообще, конечно, печально для разбойника все складывается на данный момент. Идем в лицо. Пират-глазастик у нас вылетает из колоды. Пауки элементаль. Ну, все не то и все не так. Вот вообще не так. Где Смоляные Стражи? Где продолжение в виде Талвирских Камнемагов? Где это все? Диего. Где хоть что-то? Это очень печальная рука для квест-разбойника. Напомню, друзья, что последняя колода для Радамди в случае победы будет именно Жрец на Безмолви. И эта колода может составить большие-большие проблемы для квест-разбойника. Это у Радамди анти-Джейд-Друид, анти-Рога-Лайнап. У Диего Диеса два попадания сразу в яблочко. Ну, а на Друиде он сумел забрать одну из партий. Посмотрим, возможно, на Роге так же получится. Ну и что? Сыграет ли изначальная ставка Александра как раз-таки на представителя США? Будет прямо сейчас, через подготовку и исчезновение, возвращать в руку этот стол Диего Диас. Ну и считай уже, три существа у тебя на квест есть. Мы еще раз ставим кабанан, возвращаем его в руку, можем поставить вновь. Но тебе нужно и в четвертый раз что-то выставить. Ну и задумался здесь очень крепко Радамди. Что же делать дальше? Даже Нага пойдет, как самое статурное существо. Да, и на двойку ударим топором, а уже на следующий мы сможем бодро выставить Арканитовый Жнец, взять его в руки и выставить под него жуткого Корсара. Пять кристаллов маны. И это опять три существа, потому что Огневичок плюс Пылкий Орен даст тебе и трех элементарий в руки. И в принципе с Молодым Хмелеваром ты можешь выполнить квест. Но это медленно, но я думаю, что это единственный вариант и стратегия на победу. Поэтому сейчас мы выставляем Огневичка, Пылкого элементария. Отдаем Кабана, отдаем удар в спину. Все это будем убивать Абнагу. Но минус этого хода. Знаете, какой Александр? А если наш оппонент вообще ничего не поставит на стол? Он просто возьмет Жнец и начнет нас добивать. Как ты будешь забирать свою пылку в элементария? Просто как? Безусловно, ключевые карты для Диего Диеса в этом матчапе еще находятся на дне колоды. Это у нас Осколок. Так необходимый тебе. Это провокации в виде Смоляных Стражей и Талвирских Камнемагов. Где это все, Диего Диес? Где ты это забыл? В 22-х картах? Элементарий и Камнемаги, которые синергируются лемами, очень нужны прямо сейчас. Они где-то притаились. Возможно, топ-деги сейчас принесут что-то из озвученного выше. Улетает тем временем удар в спину наконец-то. И клинки плюс вепрь Камнеклык разменивает магу Корсар. Александр, вы бы еще оставили провокацию в стороне Радамдей? Нет, как раз по причине, озвученной вами Михаила ранее. А мы можем убить нашего оппонента, предположим, в три хода. Мы берем Женец, атакуем в лицо. 13 хп. Дальше играем апгрейд. Еще 6. И затем мы можем его добить. Может вообще как-то иначе сыграть через Секиру? Давайте, Александр, Секира. Что дальше? Про спам уйти попробую. Вот точно. Мне не нравится провокация сейчас выстрелена на стол. Ну, совсем. Да нет, понимает прекрасно Радамди, что лучше не давать возможность разбиваться полкому элементарно. Тем более стол нас не пугает. Топ-дег плохой. Топ-дег исчезновения сейчас не решает проблем Диего Диаса. Ему нужно было находить провокацию. Возможность как-то возвращать в руку тех же существ. Блин, девичка можно вернуть, разыграть снова. Но это тоже не является панацеей. Ну и Радамди пока что действует абсолютно правильно. Он очень четко обыгрывает. Все на пиротваре. Красивая получается у нас партия. На данный момент можно внести максимум своему оппоненту. Это апгрейд. Это 6 атаки. Плюс перед глазастик. 7 пиратских танков даст тебе 8 урона. Больше у тебя полпосту нет. Я думаю, что это просто улучшение. Поход в лицо. Затем армор ап. И больше ничего. Не приходит провокация, это летал. Отыгрывай сам. Что хочешь, разбивай сам своих существ. Веселись. Провокации нет, но есть шанс добрать карту. Инженер-новичок может принести все-таки Смоленого Стража. Смоленой Страж раз, Ледниковый Осколок два, Талвирский Камнемаг три. И топ-дек это Мадроз Южных Морей. Это 2-2. Это не то, и это воистину 2-2. И остается у нас противостояние квест Разбойника против... Жреца на безмолвии. Сайленс Прист, иными словами. Молчаливый Жрец. Молчаливый Жрец. Знаешь, это как... Молчаливый Жрец, это будто персонаж из фильмов Гая Ричи. Знаешь, там карта денег два ствола. Жирный Тони, молчаливый Жрец. Жирный Тони. Борис. Не попадешь. И другие. И другие, да, веселые и не очень ребята. Ну что, второй четвертьфинал не похож на то, что мы видели в противостоянии Мази и Старка. Там как-то все было достаточно легко для одного из игроков. Здесь все-таки интрига присутствует. И Радам Ди сумел сравнять счет, перейдя все к эйс-матчу. Еще одно хорошее предположение. Это молчание жрецов. Молчание жрецов. Это неплохо. И Антони Хопкин, знаешь, в своей фирменной роли такой суровый. Ну, посмотрим, друзья. Жрец это крайне нестабильная колода. Видели мы целые прям винстрики, разрывы от жреца на четвертый ход. Победа на пятый ход для жреца. Даже на четвертый они расвидели на Global Games. Не, говорю, сейчас будет на пятый. А, сейчас, думаешь, будет на пятый. Показывают. Готовятся Анта и Астрагейшн. Вот это будет игра, ну, просто заглядение. Я думаю, что в плане силы и выступления ребят, вот именно Анта и Астрагейшн, это ключевой четвертьфинал вообще из всех. Потому что Мази Старк все-таки, ну, Мази тут был фаворитом. Диего Диас и Радамди, но эти ребята не так известны. Вот Анта и Астрагейшн это прям игра, заглядение. Ну, в любом случае, Диего Диас против Радамди, возможно, пара не столь именитых игроков. Но то, что они показывают, это круто. То есть это реально интересное противостояние. И каждый из этих ребят, на мой взгляд, достоин. Участие в чемпионате, который пройдется в июле в Шанхае. Целиком полностью поддерживают. Да и, в принципе, было бы удивительно согласиться, если бы спустя Швейцарку в 7 раундов и 3 месяца фарма очков, где-то четвертфинале у нас. Но все равно есть ребята, которые, знаешь, ну вот... Ну, волнение дает свое, да, безусловно. Ну, к примеру, без претензий к Старку, но Мази выглядел сильнее. Безусловно. Тут, я думаю, что тебя поддержат не только... Не только я тебя поддержу, но и наш чат тебя тоже поддержит. Ну что, максимальная сосредоточенность. Одна партия отделяет каждого из этих участников от того, к чему они шли на протяжении трех месяцев. Диагодес. Квест-разбойник. Радамди. Сайленс-Прист. Что оставляет Диагодес в стартовой руке? Безусловно, легендарная задача у нас. Подземные пещеры остаются. Думаю, что и молодой хмелевар останется. Не слишком ли медленно оставлять пылковый элементарь? Да, понятное дело, что на третий ход это круто, это все мощно. Но, во-первых, у Жреца есть немота, которую он может просто уничтожить. Этого парня. Во-вторых, третий ход от Жреца может быть куда сильнее, нежели существо 2-3. Ну, в любом случае, всю руку оставил Диагодес на перспективу, так сказать. А Радамди, в свою очередь, оставляет только Смоленова Стража. Квест от Разборника. Подземные пещеры активированы. Две копии немоты для Радамди. Ну и поехали, Инженер-Новичок. Инженер-Новичок, определенная эта карта должна появляться на игровом столе для Диего Диаса. Она доберет тебе еще одну карту, плюс тоже существо 1-1. Почему бы не сыграть его прямо сейчас? Что получаем стоп-дека? Это паромчик. Это здорово. Паромчик. Еще одна карта, которая позволит возвращать в руку существо, на котором ты планируешь крутить квест. Ну и похоже, что сейчас планирует Диего Диас крутить квест именно на пылком элементале. Но пылки элементаль рискну предположить, что прямо сейчас на слойе днемоту. Ну только две карты, которые способны в колоде Радамди накинуть немоту на существо оппонента, потому что пьюрифай работает только на своих. Здесь очень здорово будет синергировать слово силы и щит, плюс внутренний огонь. А если зайдет еще и божественный дух вдруг на топ-деке, то только подготовка плюс исчезновение поможет у нас Диего Диасу. Это повтор? Нет, друзья. Это прямая трансляция, которая будет идти сегодня примерно до 5-6 утра. Вчера с Александром мы... Да, меньше, меньше, Михаил. До трех. До трех, до четырех. Хорошо. Вчера у нас длился эфир аж до 7 часов утра. Хотя в 7 мы начали. Ну да, 3-4 часа, я думаю, это примерно по времени то, что займет сегодняшняя игра. Сейчас мы смотрим уже второй четвертьфинал. Впереди еще получается у нас 5 серий Best of 5, не считая этой игры, которая в самом разгаре. Ну смотри, сейчас 22-58, это второй четвертьфинал, то есть закончим мы четвертьфинал где-то к часу ночи. У нас останется еще 3 игры, да, соглашусь, где-то часа в 4, но я думаю, где-то 4, полпятого закончим. Так, так, так. Слушай, а можно сыграть жадно и на следующий ход играть внутренне огонь? А ты можешь себе позволить? То есть сейчас играть, допустим, просто Жилец Когтя из Кабала. Плюс Немота. Немота однозначно. И вторая инженер-новичка. Однозначно. И вот дальше будет уже жесткий ход. А если, повторюсь, удастся Редемди словить Божественный Дух, это будет автовин. Хотя есть, смотри, есть еще Жиледниковые Осколки у нас. Возможно, как раз вот этих ребят нужно крутить, тем более, что у нас есть 2 карты, которые могут возвращать Осколки в руки и не давать атаковать Смоленому Стражу целиком. И полностью согласен с вами коллега. Мы морозим оба существа, а как мы знаем, у Сайленс Жреца проблемы с тем, чтобы забирать вообще мелкие существа со стола, потому что ни кольцо, ни зелья Дракония в огне не используется, да и зелья Безумие в колоде лишь в одной копии. По сути, тебе может помочь только пирамант. Ну, нужно, нужно возвращать Осколок на стол и морозить так же. Что? Не захотел морозить второе существо. Нужно, нужно олынить. Ну, как олынить? Получается, 10 демеджа можешь вмести сейчас в фейс, у тебя есть Шаркун на следующий ход. Хил. Внутренний огонь. Да. 10 демеджа в фейс, на следующий ход оставишь Шаркуна. И очень важная карта для Диаго Диаса, это исчезновение. То есть, заморозки это все круто. Но тебе нужно пройти через эту провокацию. Есть подготовка. Подготовка это не то. Но, с другой стороны, Александр, 10 хп для выполненного квеста, это вообще не проблема. Соглашусь. И подготовка это очень важная карта. Квест мы, получается, получаем в руку прямо сейчас и выполняем... Это двоечка на квесте. Выполняем на следующий ход. Да. Ну что, четыре кристалла остаются в доступе для Диего Диаса. Играет сам молодой Химельвар, который возвращает Ленику у вас кулаку в руку. Знаешь, что будет хорошо для Родом Ди? Топ-дек и еще одного заклинания. В идеальном варианте, возможно, даже пьюрифай. Чтобы мы могли покрутить пира. Попытаться как-то зачистить этот стол. А вот, кстати говоря... Вот и он. Мне очень нравится ход через пироманта и выжигание стола оппонента. Это будет минус стол, за исключением... Одного существа, два-три на твой выбор. Так, да, именно так. Потому что мы анагиды. Ага, вот так будем действовать. Почему так? Михаил, не объясните ли? Так мы стол не сжигаем. Даже не спрашивай. Что сейчас было? Почему не через очищение жреца Когтейского балла? Не спрашивай. Умоляю, просто не спрашивай. Это просто проигрывает игру для Родом Ди. Что? Это стоит этот ход очищение, которое он зажал, будет стоить ему сейчас не просто игры, будет стоить ему серии попадания в Шанхай. Под трехмесячный будет сейчас отправлен просто в никуда, потому что... Мне нравятся комментарии. Мисплей бывает. Нет, не бывает. Не сейчас, друзья. Не сейчас. Это может было... Ну, можно было простить, ну, когда-то раньше. Ну, не сейчас. В первом этапе даже, черт с ним, в первом этапе швейцарки. Простили бы этот мисплей. Но в игре за попадание в Шанхай нет. Это оставляет тебя за бортом огромного, очень важного чемпионата. Ты фармил три месяца. Пока еще не оставляет, но как бы... Вероятнее всего, вероятнее всего ты лишишься возможности поехать в Шанхай. Но это просто невероятная ошибка. Очень и очень будет жалеть, что совершил именно этот ход Радамди. Квест выполнен. Средоточие кристалла отправится в руку для Диего Диаса. Подготовка. Средоточие кристалла. Затем размен смоляного стража. И, похоже, Радамди начинает понимать, насколько сильно он ошибся. Какой же большой фейл он допустил. Ой, друзья, ну реально жаль, жаль. Что вот так вот заканчивается эта серия. Да, не все потеряно. Тут еще и божественный дух. Ну, друзья, это не... То есть не повернется язык сказать, что там Радамди, Лу, Скилл, еще что-то. Нет, это все волнение. Это волнение от игры на камеру. От ощущения того, что ты сейчас играешь плюсовый для себя матчап. Одна победа, и ты отправляешься в Шанхай. Ну, нужно уметь собираться. Нужно уметь отыгрывать на все сто. И Радамди, похоже, что не удалось это таки сделать. С другой стороны, Диего Диаса на старе три существа. В руках еще одно. И если он не получит возможный добор с топ-дека, то Радамди успеет комбакнуть по этому слову. Но все, что мы видим на старе сейчас, к этому Радамди привел сам. Ну, как быть? Играть прямо сейчас из Паринского бритвалиста. Ай, божественный дух. Ставка на Шаркуна. Здесь подъезжает Ваниш. Ну, кстати, можно и Ваниш отдать. Или уже после того, как Шаркун будет выпущен на стол. Ход через божественный дух дает понимание Диего Диасу, что 100% Шаркун там будет. Да, потому что, не мотая, если набрасывается на у нас бритвалиста, то теряется пробав. Поэтому ты в любом случае знаешь, что это Шаркун. И я думаю, что нужно играть уже. Возвращение после хода с Шаркуном. В принципе, нет смысла даже играть Ваниш прямо сейчас. Размена жреца Когтя из Кабала, поход в лицо. Выставляем Смареного Стража. Пока бритвалистам мы никак не боимся. Согласен. Играется там какой-нибудь второй внутренний огонь, Шаркун. Ну, пожалуйста, тогда исчезновение. И Диего Диас все это четко порассчитывает. Понимает, что никоим образом не может залеталить его Радамди, потому что Сайленс вернет обратно статы 4.8 испаринскому бритвалисту. 14 единиц здоровья остается для Радамди. И топ-дек, который он сейчас может получить, возможно, спасет ему игру. Нет. Никоим образом эту игру не спасает. Мы сейчас обязаны выставлять Шаркуна. 4.16 провокация, которая может атаковать, в отличие от испаринского бритвалиста. И... А потом, после возвращения, Лира принесет в руку Зелий Драконьего Огня. Да, друзья, только это два хода. Ну, никак. Никак уже тут Радамди не потянет эту игру. Просто нет карты в его колоде, которые могут камбэкать этот стол. Нет Зелий Драконьего Огня просто в сборке Сайленс Преста, что логично. При этом тот добор карты тебе точно такую же карту приносило очищение. Да, ты сжигал пироманта, но и бог с ним. Он сделал свою функцию. Это был идеальный топ-дек для представителя США. Это был лучший топ-дек для представителя США. Лучше просто не придумать. И там непонятно бы, как дальше шла ситуация, но эта ситуация была кардинально другая. Там фаворитом точно уже выступал именно Жрец, и Диего Диасу нужно было как-то думать и рвать волосы, как-то пытаясь решить эту головоломку. Смотри, даже вот так вот играет. А почему нет? Может себе позволить. Может себе позволить на самом деле. Ваняш не отдает Диего Диас. Способность героя Радам Диа. Так, еще один пироман, кстати, накажет Диего Диаса за такой ход. А вот почему все-таки не ванишь? Реально пиромант наказывает? Михаил, ваши мысли. Да, пироманта нет, окей, но пироманта два должны играться. Вот как раз от момента проверяю. Да, два. И как вам это? Ну, решил рискнуть. Так зачем, если можно не рисковать? Опять-таки, я согласен с тем, что пиромант должен обыгрываться, но я, знаешь, пытаюсь найти какие-то оправдания, ну, то есть, пытаюсь проследить мысли Диего Диеса. Нет, нет, друзья, два пироманта, колоды в открытом доступе. Ну, вот, не знаю. Последняя партия оставляет смазанное впечатление, причем от игры Диего Диеса в том числе. Ну, в любом случае, видим уже в предвкушении Диего, и да, да, он это сделал. Ошибка Родом Ди оставляет его за бортом, и я думаю, что еще не то, что ни один день, ни одну неделю, ни один месяц Родом Ди будет вспоминать этот мисплей, будет вспоминать этот ход с Пьюрифаем. Все эти шутки жрец на безмолвии, и Родом Ди будет их воспринимать просто со слезами на глазах. Ну, самое главное, вообще не... Я бы вообще вот просто отпустил. Понятное дело, легко сказать, и очень сложно это все реализовать, но самое лучшее, что может сделать этот американский игрок, это просто забыть и продолжить дальше играть в Хардстоун, формить по новой поинту, и вынести из этого какой-то жизненный урок. Ну, это уже будем оставлять Родом Ди на его личное рассуждение. Поздравляем Диего Диеса, и этот парень становится первым латиноамериканским игроком, который попадает у нас на такой крупный чемпион в 2017 году. Как-то у нас вот американский регион все-таки, ну, есть явная доминация в этом регионе от Соединенных Штатов и Канады. Эти регионы, эти две страны разрывают всех и вся, но тут игрок из Бразилии. Приветствуем его, и будем рады, что этот у нас... Вот он, ключевой ход, друзья. И нам его показывают, и, безусловно, наши английские коллеги также вы заметили. Друзья, пиромант пьюрифайна 3-4, плюс безмолвие, сжигаем 4 существа на столе, последнее существо мы добиваем пиромантом. Ну, почему? Почему ты это не сделал, раддамди? то есть, таким ходом ты оставил на три юнита на столе больше. Эти три юнита в итоге превратились в мощную боевую единицу каждый, а именно юнит со статой 5-5, ну и дальше то, что происходило в этой партии, все прекрасно помнят. Немножко еще про Бразилию. Диаго Диас стал, безусловно, первым участником представляющим эту страну на чемпионате с сезоном, который пройдет в Шанхае, но есть еще один участник и, возможно, бразильцы в этот раз получат сразу две квоты и это будет ну, очень крутым достижением. Но нужно еще победить этому парню, он будет играть сегодня в последнем четвертьфинале, то есть через одну серию Best of Five. Да, и в нашем небольшом состязании с Твориной кто на кого поставит, я все-таки выиграл на Родом Ди, но у Александра еще будет сегодня сколько у нас? Пять попыток отыграться, у нас еще два четвертьфинала, два полуфинала и финала. ну бас, запорол мне стату предсказателя. Ладно, это, конечно же, все шутки, друзья. Ну, получилось, как получилось. Диаго Диас, безусловно, достоин этой победы и будем болеть за него в уже чемпионате, который пойдет в Шанхай. Следующая пара очень крутая. Ант против Астрогейшн. Это лучший четвертьфинал из всех, которые у нас есть. Ант Астрогейшн, оставайтесь с нами, друзья, это будет очень круто.